Еще в детстве я понял, что могу видеть то, что недоступно другим, то, что лучше не видеть. У меня были обычные родители. Они поступили, как полагается. И стало только хуже. Если долго считать себя чокнутым, выход найдется. Вы пытались покончить с собой? Не просто пытался. Я целых две минуты был мертв. Но там за чертой. Время останавливается. И поверьте, две минуты в воду это целая жизнь. Когда я вернулся, я знал, что все мои безумные видения реальны. Небеса и ад рядом. За каждой стеной, за каждым углом. Это мир за гранью реальности. А мы застряли посередине. Ангелы и демоны не могут проникнуть в наш мир. И вместо них появляются полукровки. Они как ярмарочные зазывалы. Они лишь нашептывают в ухо. Но одно слово может наполнить душу доблестью. Или превратить наслаждение в сущий кошмар. Ищать и ада. И посланцы небес. Живут среди нас. Они говорят равновесие. А я считаю, это лицемерная болтовня. Если кто-то из полукровок нарушает правила, я отправляю эту жалкую тварь обратно в ад. Я еще не всех изгнал. Но думал, что заслужу почетную... ...отставку. Я не понимаю. Я самоубийца, Анжела. И согласно правилу, когда я умру, меня ждет ад. А вы пытаетесь заслужить рай? А куда деваться, если впереди светит тюрьма, в которую я сам засадил половину заключенных. Для каждого Бога готовил свой путь. Он просто разыгравшееся дитя. И ему не до нас. Знаете, в детстве у Изабелл были видения, как у вас. Дотсон. Его застукал охрана морга. Потом он рванул через улицу, убежал сюда и выпил все запасы. Алкогольное отравление. Он убился до смерти, меньше, чем за минуту. Как студенты в общежитии. А ему что здесь нужно? Я разрешила. Сукин сын, что ж ты мне не позвонила, а? Субтитры создавал DimaTorzok